Фильмы, которые зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Впервые на отечественном телевидении бывшие смотрящие за исправительными учреждениями Казахстана. Был смотрящий? Да, был смотрящий. Чтоб в лагере все правильно было, чтоб не было беспредела. Смотрящий за лагерем. Как воры делили Казахстан. Радский круг. Это состоящий из воров и авторитетов. Как собирали деньги на воле. На общактах там деньги собирали, говорили до старшей. И в местах лишения свободы. Игра? У меня было, да? За пять, за шесть месяцев, за четыре месяца собиралось по 200 тысяч, по 150 тысяч. И как удалось разорвать? Одно из самых сложных дел. Многие люди, авторитеты, они поняли. Я отказываюсь от полного творческих идей, от традиций, от преступных авторитетов. Братский круг. Начало 90-х. Начало государственности. Независимая страна принимает свои законы. Начинает строить свою экономику. Формируется средний класс. Страна, только-только получившая суверенитет, стремится, чтобы каждый жил достойно. Честно трудился и зарабатывал. Но оставшиеся со времен Советского Союза криминальные элементы, воры и подконтрольные преступники с таким укладом были не согласны. Воровская субкультура, сложившаяся чуть ли не в царские времена, преобразовывалась с учетом нового времени. В стране появляются первые организованные преступные группы. Их члены уже не имеют ничего общего с теми добродушными седовласыми дедушками-ворами, которых так активно начинают пиарить некоторые телеканалы. Судя по фильмам тех лет, вор чуть ли не олицетворения добра, мира и справедливости. На деле убийства, грабежи, разбои, вымогательства, кровь мирных людей, разрушенные жизни тысяч семей, пытающихся начать новую жизнь в новой, своей стране. С 90-х годов, если брать об истоках происхождение самоорганизованной преступности, в период развала Советского Союза на территории Казахстана уже начали формироваться организованные преступные группы, которые преобладали или имели преступные связи с российскими и другими преступными сообществами государств других стран СНГ. Жамбыл. Один из самых криминализированных в прошлом регионов Казахстана. На территории областного центра пять исправительных учреждений. Поговаривают, что школьники здесь чуть ли не заучивали воровские понятия. А по утрам рассказывали выученное старшим товарищам, старшакам. Повальная криминализация сегодня в прошлом. Искоренить идеологию на 100% конечно невозможно. Но сегодняшняя молодежь, вчерашние активные участники устойчивых преступных сообществ, разбойники, гопники, беспредельщики, искренне осознали нелепость своей прошлой жизни. Как поясняли? Вот нормально будет, люди знать за вас тоже будут туда-сюда, где надо, скажут за вас. Помогали? Нет. Обманули, получается? Ну. То есть ты вот им там грех, все вот это вот, деньги, мес, да, все, а они потом... Ну, походу, в жилу, да, толкали. Много кого-то друзей посадили уже. Такая жизнь ни к чему не приведет. Либо посадят, либо убьют. В то время в области существовали несколько известных всему Казахстану группировок. Кировские, Крыкбаевские. Руководители групп, как правило, старались не светиться в шумных разборках и других преступлениях. Члены групп перевозили через границы наркотики, занимались разбоями, вымогательствами. Здесь же, в Жамбылской области, активно работал на воровском пуприще известный в преступном мире под кличками Коля Киргиз и Камчи, гражданин Кыргызской республики, вор в законе Камчи Кульбаев. В США за информацию о нем объявляли награду в миллион американских долларов. Считается, что группировка, которую возглавлял Камчи, занималась в Центральной Азии перевозками наркотиков, оружия, вымогательством и торговлей людьми. Вором Кульбаев стал в 2008-м. В этот статус его возвело славянское крыло транснационального преступного сообщества во главе с Асланом Усаяном, более известным как Дед Хасан. Те же люди назначили его смотрящим за Казахстаном. В 2010-м Кульбаев из славянского крыла вышел и примкнул к крылу грузинскому во главе с Мирабом Джангиладзе. В конце 2011 года в законодательство, в частности в уголовный кодекс, были внесены соответствующие изменения. То есть была усилена ответственность за создание, за руководство организованными преступными группами. Кроме того, были введены такие новые составы преступлений, как участие в организованной преступной группе, финансирование организованной преступной группы, финансирование транснационального преступного сообщества. Уже в 2013 году, благодаря внесенным в уголовное законодательство изменения, в Казахстане проводится масштабная спецоперация. Совместное участие в ней принимают Комитет национальной безопасности, органы внутренних дел, Генеральная прокуратура. В результате совместной работы нейтрализованы ключевые фигуры казахстанской уголовной среды. Смотрящие и другие участники преступных схем по сбору денег в воровской общак и передачи их так называемым ворам в законе. Одновременно операция проводится в 11 регионах республики. Аналогов ей в отечественной судебно-следственной практике не было. Впервые в стране за создание и участие в транснациональном преступном сообществе. Организацию его финансирования заведено 40 уголовных дел против 35 фигурантов. Из криминального общака изъято больше 33 миллионов тенге. Ни один из воров в законе не приезжает в Казахстан. Нам удалось доказать, что эти действия, направленные против интересов Казахстана, так или иначе посягают на общественную безопасность. Впервые в истории криминологии Казахстана удалось на них возбудить уголовные дела. На сегодняшний момент все эти лица объявлены в розыск, их порядка. На сегодняшний день мы обладаем материалами по розыску пятерых человек. Это Кульбаев, Чангеладзе, Ахметов, Насыров, Сорокин. Арковыкская тюрьма. Единственная тюрьма в Казахстане. Чтобы попасть сюда, нужно очень постараться. Как шутят местные, в Крытке отбывают наказание сливки преступного сообщества. Особо изощренные – насильники, маньяки, извращенцы. Особо жестокие – грабители, разбойники, убийцы. Здесь же отбывали наказание представители воровской верхушки нашей страны. Это сегодня в Крытке режим. Никаких прогонов, передачи информации от заключенного к заключенному. Никаких переговоров по скайпу. Только отбывание наказания согласно закону. А еще недавно Арковыкскую тюрьму называли «домом». Здесь был главный штаб преступного мира – Казахстана. Американские спецслужбы различают четыре основные транснациональные преступные группировки. Итальянская «Камора», сицилийская «Коза-Ностра», японская «Якудза», мексиканская «Лос-Зетос» и рожденный в СССР «Братский круг». И никакой романтики. Основные задачи этих транснациональных группировок в пику правительством, не обращая внимания на границы, любыми путями зарабатывать деньги. Наркотики, оружие, торговля людьми, межгосударственные столкновения, локальные конфликты, кровь, покалеченные жизни, дестабилизация системы мира устройства. А деньги на все это преступники берут из общака. Существует мнение, что дед Хасан оказывал помощь и абхазским ополченцам во время войны с Грузией, и курским сепаратистам, так называемому Конгрессу свободы и демократии Курдистана. Умерший их лидер, это Аслан Усаят, дед Хасан, он был курд по национальности, курд по визит, родился в Грузии, и он был одним из лидеров. А грузинский блок, как таково, лидером является, возглавляет ее такой Таро Аняня, вор законе, но в данный момент он сидит в местах решения свободы. И после него, который возглавлял, который имел влияние суда Джангеладзе Мираб, в данный момент тоже осужден, но он осужден Италией за убийство. Сбор денег воровской общак уделять, страдать – преступном мире святое. Эти понятия и стали основными в созданном Камчи и Мирабом транснациональном преступном сообществе. В Казахстане они создали согласованную, структурированную преступную сеть, разработали схемы взаимодействия между ОПГ, их членами, планы преступлений, стали координировать хранение и распределение средств воровской казны. Назначили смотрящих, за волей и исправительными учреждениями. Фактически в независимой светской стране создали государство в государстве. Со своими законами, понятиями, бюджетом, общаком, первыми руководителями, смотрящими. Не хотят выполнять требования администрации, не хотят выполнять требования закона. Они хотят жить по своему закону. Они говорят, для нас это не закон. На воле деньги в общак приносят преступления. Вымогательства, грабежи, кражи. В исправительных учреждениях таких возможностей нет. Но касса все равно собиралась. Следили за сбором денег смотрящие за исправительным учреждением. Сегодня в этой уральской колонии режим. Кто-то из осужденных трудится на промзоне. Другие вроде бы мирно играют в волейбол. Комната релаксации, психолог. Отсутствует, скажем, категория осужденных смотрящих, каких-либо лидеров. На сегодня у нас все осужденные находятся на равных условиях. Соответственно, по условиям содержания на обычных, на облеченных условиях. Всем созданы равные условия. Трехразовое питание. Все полностью обеспечены. Они как постельными принадлежностями, соответственно, и одеждой соответствующей. Функционируют таксофонные аппараты, которые установлены казахтелекомом. Соответственно, тоже на сегодняшний день абсолютно у нас отсутствует мобильная связь в учреждении. Так здесь было не всегда. В пору прежнего руководства смотрящий здесь был чуть ли не выше начальника колонии. Сотрудники исправительной системы проносили на территорию сотовые для заключенных. А блаткомитет, приближенные к смотрящему осужденные, решали текущие вопросы исправительного учреждения. Комната отдыха была кабинетом смотрящего с дорогим плазменным телевизором. Здесь же находились и другие, недешевые новинки электроники, некоторые из которых и на воле-то еще толком опробовать не успели. Почти так же было и в остальных местах лишение свободы. Смотрящие-то за лагерем смотрят, контролируют. Он мог сказать всем заключенным, чтобы провели акцию дестабилизации в этом учреждении. Когда люди начинаются, вот опять же, некоторые люди режут сами себя, обливают бензином, поджигают. Это он не по своей воле идет туда. Но я являлся смотрящим, был смотрящим положенцем. Смотрящие это те, кого выбирают люди и отдают предпочтение воры. Смотрящие за лагерем. Достойный арестант, который выбран мужиками, смотреть за положением в лагере. Да, был смотрящим. Смотрящие за лагерем. Смотрящие, чтобы в лагере все правильно было, чтобы не было беспредела, чтобы люди не обманывали. Наши законы с законом, это совсем разные вещи. Еще одна функция смотрящего за колонией – поднять ее. Устроить бунт или единичную акцию неповиновения. Чаще по заказу. И участие в таких мероприятиях, вскрытиях, порезах вен, зашиваниях рта, обливаниях бензином, чаще принимают осужденные, проигравшие карты. Игра – еще одна из составляющих деятельности смотрящего. Деньги от игры и формируют общак исправительного учреждения. Поиграть могут все, выигрывают, как правило, определенные люди. А те, кто проигрался, должен выплатить долг или совершить определенное действие. Но откуда взять деньги сидельцу? Эту миссию большинство осужденных делегируют родным. Большая часть, я не скажу, что смертей, можно поставить крест на личность человека, на исправительном учреждении, из-за этих игр. Его не заставляют играть, но просто из-за того, что делать им нечего, они в одном котле варятся, одно и то же общество, из года в год, и им делать практически нечем не заниматься. И это заставляет их играть. А кто-то играет хорошо, кто-то играет вообще плохо. И много было таких случаев на моей практике, то, что некоторых людей даже как личность убивают. Он перестает просто быть человеком. Он исполняет любые прихоти, любые желания. Выигранные суммы, смотрящие за игрой, заносили в так называемые тачковки – ведомости. Физически воровской банк собирался на воле. У близких друзей или родственников. После средства направлялись в общак. Как, во-первых, карта в зоне вообще запрещена? Плюс собирают в определенное время там же не свободно, не школа же, чтобы перемещаться свободно. Ну, это уже внутри, упущенные администрации. Там стоит черноход, они пытаются что-то сделать, но не получают. Так вот, все, в луна вышел из барака, пошел в карту, а я прямо вернулся. Ну, да? Так вот. Да. А как это с администрацией? Как это было бы завершать? Платили деньги, получается, с администрацией? Где-то давали, да, взяли. Правильно. Может собраться сегодня 300 тысяч, может 500, может 2 миллиона, может 3 миллиона собраться. В зависимости, как игра в зоне была, были ли комиссии в это время, или еще какие-то моменты, какие обстоятельства были, например. Это за какое время так как солнце дарится? Ну, за 5 месяцев, за 4 месяца. То есть за полгода? Да, нет, значит, 4, за 5 месяцев, да. Потом куда эти деньги выходят? Потом в армсаполе. На каких целях? Ну, это уже их не могу сказать, что они там с ними с этими деньгами делают. За 5, за 6 месяцев, за 4 месяца собиралось по 200 тысяч, по 150 тысяч. Со всех колоний? Да. 200-150 тысяч долларов? За 2 месяца, то есть у всех колоний? Не за 2, а за 4. За 5. За 4. Бывали какая-то сумма, которую необходимо было, скажем, еженедельно, ежемесячно отправлять куда-то кому-то в сумму? Ну, это в разных колониях, я не знаю, где и как, что поставлено, где я сидел, там было. То есть была там кредитная сумма, которую нужно было, когда каждый месяц или каждый день? Ну, каждый месяц можно, там, каждый месяц, каждый месяц, каждый месяц. Какая сумма? Ну, там много сумм, там 5 тысяч долларов или 10 тысяч долларов, сколько собиралось? То есть с одной зоны за месяц можно собрать 10 тысяч долларов? Да, можно. Все вот эти деньги, средства, которые собирались на воровскую общагу, они должны были для чего? Например, деньги для совершения какого-либо крупного преступления, подготовки крупного преступления. Тоже поддержки тех же воров в законе, например, поддержки исправительных учреждений. Красивая сказка, которую они должны тут делать. А по-настоящему эти деньги, опять же, и кому идут? Идут тем ворам в законе, которые живут за границей где-то в зонах отдыха, ну, то есть тех же за границей, ну, в Дубае, в Италии отдыхают. И эти деньги идут им. И как на таковую не видел, чтобы какой-то, какой-то один из них вор в законе помогал исправительным учреждениям Казахстана и тем же осужденным. Никто из них, ну, как бы, не помог им там, не помог их родственникам, не помог им их близким, тех же, которые умирают, например, там, от всяких болезней. Вот кто-нибудь хоть один помог их родителям, никто ничего не помогает. Эти деньги просто глупо-тупо уходят за границу и все. Мы просто, честно сказать, не знаем дальнейшие куда уходим. Мы знаем, что они уходят за границу. Вот здесь определенные воры, вот даже Кульбаев, Камчебек. Вот мы посчитали за квартал, за один квартал ушло около более двух миллионов долларов. И вот эти виды вот этой красивой романтической жизни, там, вора в законе, они тех же своих же осужденных обдуливают, обманывают и собирают для себя. Вот так же вот взять, например, смотрящего за систему, которую мы посадили, у него свой частный дом. Он начал строить в элитном районе, в Активинской области, он очень большой, хороший. У него там родственники занимаются предпринимательской деятельностью. Мираб Джангладзе, он, опять же, такие данные, можно сказать, что мы, не знаю, оперативные, можно не сказать, то, что он имеет, получает доход от двух-трех казино, находящихся в Америке, в Лас-Вегасе. Есть воры, которые соблюдают традиции, живут правильно, не покупаются за деньги, не употребляют наркотики, уважают, в первую очередь, понятия, по которым они живут. Таких людей я уважаю, а есть, которые не поддерживают, таких воров я не уважаю. И насчет них вообще даже говорить ничего не хочу. Начало 2014-го. В Казахстане проходит беспрецедентный судебный процесс. Первый в истории независимой страны, единственный в содружестве независимых государств. На скамье подсудимых так называемые «смотрящие» – люди, занимавшие главенствующее положение в воровской системе. Их обвиняют в финансировании транснациональных преступных сообществ. Подсудимые в недоумении. Рушится десятилетиями существовавшая система сбора денег в воровской общак. Под моим председательством было рассмотрено действительно, наверное, одно из самых сложных дел, которых раньше, наверное, не только в Казахстане, наверное, в СМГ такого дела не было. Это 19 подсудимых по главе с Кузайдаровым. Одним из значимости этого дела служило то, чтобы показать, что если вы хотите жить по воровским понятиям, то можете жить по воровским понятиям и продолжать находиться в местах лишения свободы. Некоторым из подсудимых оставалось отбывать наказание чуть более шести месяцев, есть, который год оставался, которым по результатам рассмотрения уголовного дела было определено наказание от семи до шестнадцати лет лишения свободы. До этого судебного процесса многие из них друг друга не видели, только периодически общались по телефону. И уже здесь большая часть из бывших смотрящих осознали. Фактически пострадали за чью-то идею, которая теперь превратилась в реальный срок. Одному из осужденных до последнего звонка оставалось несколько дней. У меня приговорили, я получил за это срок, но тем не менее, допустим, приеду, я могу быть смотрящим. Но дело в том, что надо ли это мне или не надо. Сам считаешь себя виновным осветить? В какой-то степени, да. В какой-то нет. В какой-то нет. В какой-то нет. То, что разговаривал с ненужными людьми, конференция, связь и так далее. Я теперь не буду, несмотря ни кем я от этого все отошел. Я же не проходил мимо этого здания, меня здесь не притащили, зачеты меня притащили. И за это я поймал, чтобы я понесу свою ответственность. Теперь, наверное, дураком надо быть. Сейчас опять идти, чтобы еще добавили срок. За финансирование транснациональных преступных сообществ обвиняемые получили от 6 до 19 лет лишения свободы. Нельзя решать путем возбуждения уголовного дела и привлечения как ответственности. Это тупиковый путь. И пойдет много времени, как вы опять услышите, что комитет опять там возбудил уголовные дела и прошли массовые аресты и обыскать и тому подобное. К сожалению, это так. И наши позывы в сторону МВД опять в этот раз остались проигнорированными. Опять же, по непонятным причинам. Одно из исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области. Сегодня осужденные здесь стали массово отказываться от воровских идей. И даже более того, делятся своим мнением с телевидением. Отказываюсь от воровских идей, потому что я слышал, что есть общак, есть вот это все, мы собирали раньше этот общак. Но я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что мы этого не видим, ничего. Куда они уходят, кому они уходят, для какого общака, каким ворам. Мы никакого от этого преступного мира, мы никакого от этого толку не видим. Я отказываюсь от полного воровских идей, от традиций, от преступных авторитетов. Я полностью отказываюсь. Добили, что они поняли, что это как бы в корне неправильно, вот эта вот блатная романтика, преступный мир. Мы работаем на территории одного государства. Эта работа должна проводиться, можно сказать, на межгосударственном уровне. Так называемые воры в законе Казахстан не посещали давно. А если посетят, у казахстанских спецслужб и правоохранительных органов есть темы для долгих бесед. Большинство членов братского круга носят российский паспорт и своего статуса в преступном мире не скрывают. В Казахстане эйфория от принадлежности к блатным, похоже, сходит на нет. Песни под гитару – это еще не все из воровской романтики. А жизнь за колючкой очень сильно отличается от той, благородно-романтической, которую так усиленно пиарят некоторые телеканалы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok